Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели Начинается программа Климат-контроль И в студии журналист, пишущий о науке Константин Рангс Добрый день, добрый день Добрый день, и вот мы как раз за эфиром говорили о том, что Огромное количество мероприятий, которые, ну, выставки, всевозможные конференции Которые обычно происходят, собирают большое количество людей со всего мира Сейчас их организация находится под угрозой из-за эпидемии коронавируса Да, вот этот коронавирус, который получил название теперь официальное Ковид-2019 Вот этот вирус, угроза этого вируса привела к закрытию, наверное, самое знаменитое сейчас Это IT-выставка, выставка мобильных технологий в Барселоне Выставка, это вообще первый раз в истории этой выставки И вообще, так скажем прямо, редкий случай в истории вот именно таких крупных выставок Сначала говорили, что будут введены особые методы безопасности У каждого спикера будет свой персональный микрофон Потом начали сами фирмы, участники отказываться Отказываться от приглашения сначала гостей с Китая А это фактически сейчас очень много значит Потом стали говорить, что будут китайские фирмы Но представители будут только из Европы и США Ну, то есть, не будут прилетать из Китая Потом вообще не будет Стали отказываться одна за другим Ну и под конец вот позавчера пришло решение о том, что Нет смысла проводить такое мероприятие Которое, кстати, обычно собирало более 100 тысяч посетителей И это же не просто любопытствующие люди Это люди, которые так или иначе связаны с мобильными бизнесами То есть, это очень сильная вещь, очень сильное мероприятие И хотя как бы в Барселоне и в Испании там люди не валятся с ног от этого вируса Но вот угроза того, что там это может произойти Она подействовала на умы потрясающим способом То есть, уже многие говорят, что сам страх заболеть в наше время Когда ценится главное быть позитивным и здоровым Оно превращается уже само в болезнь К тому же, вот сегодня по международным каналам прошло сообщение Что отказались в Японии вот буквально на этих днях От проведения выставки фото и телетехники Вот еще одна уже тоже закрылась И вот эти угрозы, они сейчас висят А тем более, что из Китая приходят все более и более страшные цифры Люди в шоке И надо заметить, что ведь что происходит Что люди, как естественно Для людей, мы-то это знаем, как говорится, в медийной среде Что хорошо продается плохая новость Так вот, все раскручивают новость о том Что уже больше там чуть ли не 15 тысяч заболевших Уже сколько там, несколько тысяч умерших И как-то совершенно проходит мимо Новость о том, что уже больше 6 или 7 тысяч человек выздоровели Причем совершенно благополучно без всяких дополнительных лекарств Потому что лекарств от вируса нет Да, еще пока не изобрели Да, то есть, это иммунная система этих людей Мало того, китайцы обратили внимание Что можно лечить людей без всяких генных технологий И всяких фокусов Они просто-напросто берут кровь у выздоровевших людей Которые переболели этой болезнью Делают из нее так называемую плазму Ну, это содержание, это сразу снимает все вопросы По поводу группы крови, да Ну, не все, но многие И после этого делают инъекции вот людям, которые находятся в тяжелом состоянии этой болезни И антитела, которые имеются в этой плазме Крови, они тут же начинают свою работу И уничтожают зловредный вирус Оказалось, что это эффективно, действует быстро И делать это можно тоже быстро Промеряя того, как растет число выздоровевших Больше, условно говоря, доноров, дающих сырье Для вот этого лечения Да, хотя вот с другой стороны пришла новость о том, что инкубационный период сейчас предполагает уже не 14, а 24 дня То есть, ну, таким образом увеличивается срок карантина И даже опасность есть того, что если слишком рано выпустили из карантина человек, он еще может быть носителем Ну да, то есть, его не просто надо выпустить, у него нужно еще и анализы взять И когда возьмешь анализы, вот тогда-то и прояснится, кто он такой Вообще, эта история показала, вот сейчас показывает, что, во-первых, человечество, люди в развитых странах, прежде всего, совершенно не готовые к бедам и страданиям Вот поколение наших, те, кому сейчас так, 50-60 лет, это как бы более устойчивое поколение, как ни странно Поколение наших родителей и бабушек, дедушек несравненно более устойчиво Потому что они пережили тяжелые события в их жизни, даже вот если они на фронте или не были, вот я имею в виду Вторую мировую войну Но это само по себе было огромной тяжестью и без всяких, кавычек, страданиями, где бы они ни находились Так вот, самое интересное, что это поколение, оно понимает, что если объявляется карантин и начинается проблема То в этом случае нужно понимать, что, как говорится, у тебя все будет ограничено и твоя задача выжить Вот элементарно, выжить А как вот показывали блоги или всякие случаи, что в России и в других странах Люди просто-напросто удивлены, почему у них не такие хорошие условия, как они хотели бы иметь Или какое они читали есть в других странах Почему к ним вот так вот относятся, почему ограничивают их перемещение То есть, как бы, это воспринимается как игра такая, в которой должно быть тоже все хорошо А на самом деле хорошо ведь не может быть И вот эта проблема, она очень тяжелая И, кстати, опять же стоит посмотреть разницу в так называемом европейском менталитете, не в менталитете китайском Китайцы в подавляющем большинстве своем, в подавляющем большинстве своем выполняют четко предписание И они стараются, вот это выполняют четко предписание каким-то образом По мере своих сил и возможностей, если не помогать, то, по крайней мере, не мешать борьбе с вирусом Но там, по-моему, и действуют еще достаточно суровые наказания для тех, кто, например, может быть заражен Но, во всяком случае предполагается, что человек заражен Если он не выполняет предписание по карантину, а куда-то уезжает самовольно Это, ну, как минимум, по-моему, 5 лет тюрьмы за создание угрозы Вот в том-то и дело, Олег, мы подходим к очень интересному моменту Почему сейчас в таких странах, как, ну, развитых странах, да, очень, которые мы называем демократическими Они действительно демократические, очень боятся развития этого вируса Потому что в развитых странах объявлять вот такие жесткие меры, как может себе позволить Китай С его четкой централизованной авторитарной системой управления То есть, может так не получиться А тут счет такой, что если что-то началось, то нужно действовать быстро И, прошу прощения, жестко А это каждый тут политик еще начнет думать Можно ли мне это принимать, такое решение А на кону следующие выборы Моя политическая, так скажем, судьба Что мне делать, да И нет сомнения, что сейчас в развитых странах Прежде всего, я буду говорить за Европу Очень внимательно следят за тем, что происходит И боятся, чтобы не получился, не начался, не появились очаги вот этой заболевания Потому что тогда придется применять, а ведь придется применять Очень непопулярные меры И вот это, конечно, пока это еще в основном все в Китае Это еще можно как бы отгораживаться от Китая Но представим себе, что это началось где-нибудь в какой-нибудь европейской стране Как тогда мы будем, как говорится, все отгораживаться от этого И тем более, ну вот если брать пример России, где, по-моему, в Челябинске должны были создавать специальный такой лагерь карантин Или в Тюмени И там испугались возмущения людей А ведь это, ну где-то его нужно устанавливать Если мы будем выбирать, ну извините, вас не хотим потревожить То есть можно потерять на этом время Можно действовать не так оперативно И опять-таки в России же был первый случай Когда женщина с подозрением на коронавирус просто сказала Извините, у меня дела, я, значит, пойду И сбежала То есть вот она не далась Это, по-моему, в Питере было, в Буисбонкинской Ну вот, я плохо себе представляю, как она бы после этого жила в том же Китае Если бы там сбежала так в наглую Может быть, действительно бы сейчас у нее было бы тоже карантин Но на пять этих лет То есть, в принципе, все прекрасно понимают, специалисты Что когда наступает чрезвычайная ситуация То наступает, в любом случае, время очень жестких решений Прямо, скажем, авторитарного типа Европа этого не хочет У Европы, прямо скажем, ко всему этому идея синкразия И поэтому в Европе волнуются и хотят как бы остановить ситуацию То есть, не доводить до того, чтобы началась эпидемия внутри Европейского Союза И вот это очень важный момент Потому что, по сути дела, ясно, что для того, чтобы не заболеть Нужно исключить контакт с инфицированными А это что означает? Разделение семьи Разделение Разделение, вообще разделение Отделиться, закрыть, сесть, что называется Запереть все ворота Кстати, такое в Европе было во время эпидемии чумы и холеры Ведь карантины существовали очень и очень давно Прямо скажем, это не наше изобретение Это изобретение наших предков Вот, например, можно вспомнить Чем обязана, например, русская литература Знаменитой Болдинской осени Пушкина Он же сидел в карантине, потому что по случаю эпидемии холеры Был объявлен карантин Он никуда выехать не мог из своего поместья А в Европе что творилось? Там просто города закрывали Ворота и все И хочешь, не хочешь, но ты уже спрятаться в городе не мог Вот Другое дело, что на самом деле, как сейчас многие понимают Лучше было не в городе прятаться А лучше было как раз из города бежать Кстати, такое тоже наблюдалось И известно, что, например, когда были эпидемии испанки Вот этого знаменитого гриппа сто лет тому назад Который унес больше жизни, чем вообще Первая мировая война Да, конечно И вот этот страшный грипп, совершенно такой неожиданный, быстрый Были же люди, которые прятались в монастырях в Альпах Которые прятались в крепостях Которые старались вообще где-то скрыться Чтобы вообще ни с кем не контактировать И это было вполне логично, вполне понятно Но вся эта система, это означает разрушение нашей экономической структуры Уже сейчас вот передают в деловых новостях О том, что есть проблема для европейской автопромышленности Которая делает европейские сами свои автомобили Но делает она их из комплектующих, которые привозят из Китая И вот возникает вопрос Если оттуда не будут приходить комплектующие Потому что заводы сидят на карантине Все работники сидят по домам То в этом случае тогда получится Что начнут останавливаться и конвейеры в Европейском Союзе А кто будет делать им эти составляющие и комплектующие? Это не дело одной секунды Это несколько лет назад говорили, что А, скоро все эти станки, все эти заводы пропадут Мы будем прямо, что называется, дома у нас на столе будет принтер трёхмерный И мы будем печатать любое изделие Напечатают в качестве таких вот Интересные, да, есть вещи, например Вот, например, на трёхмерном принтере Хорошо можно напечатать лангетку для руки Вот, по форме руки Это действительно можно сделать А вот в массовом понятии печатать детали Для тех же самых автомобилей современных Неважно, бензиновых или электрических Вот как-то не получается Или слишком дорого получается Да, или долго Ну, долго, дорого, время, деньги Да, то есть, вот она проблема И вот это приводит к чему? Приводит к тому, что происходит разрушение Существующей сложившейся экономической системы То есть, она сейчас не разрушилась И Международный валютный фонд И Всемирная торговая организация Они успокаивают людей Потому что на самом деле Ведь ничего такого ещё сверхстрашного не случилось Вот уже как показывают Допустим, особо показывают, например, тот же Евроньюз Что появился новый вид лечения Который очень простой Технологически доступный Ну, что такое сделать плазму крови? Дело давным Давно ясно, как это делается Ну, вот взяли у больного Переболевшего Дали этому Конечно же, им возможны Какие-то нарушения Или какие-то побочные эффекты Это без этого никак Но это решение Уже потому, что есть люди Которые умирали И которых вытащили С помощью этого метода Но в массе своей Люди продолжают бояться Это для людей естественно И выступают за то Чтобы закрыть завод Закрыть выставку Отменить праздники какие-нибудь И так далее А ведь получается, что в итоге Лучше, если производится всё в одном месте То есть, вот разделение производства По разным странам А сейчас, получается, возвращается И бьёт бумерангом Для чего лучше? Если вы живёте в условиях Когда тут и там Происходят какие-то вот такие Мы начнём Эпидемии То тогда да Тогда вот система Которая была в Советский Союз Такая полностью окружённая Так скажем Границами Жёстко Которые на замке Это вариант И здесь в Чучхе Условно говоря А да, тут уже новости Из Северной Кореи идут Что какой-то господин Который нарушил Условия карантина Заражённый Вот куда-то сбежал Его поймали Расстреляли Правда или нет Неизвестно до конца У них вообще там Ничего не понятно Но сама идея Вполне Жёсткая такая 67212-93- table Здравствуйте Добрый день Пожалуйста Добрый день Вы знаете Что ещё ужасно Вот сейчас Эпидемия Выяснила Что под нашим Тоненьким Словом Цивилизации Кроется Всё-таки Неодерталь С дубиной Я что Имею ввиду Вот Промекнуло Сообщение На каком-то ресторане Написали Китайцам Вход Восприщён В Таиланде кассы уже отдельно для китайцев, отдельно для других. И еще самое ужасное, то что для европейцев китайцы, корейцы, японцы, монголы, казахи, они все на одно лицо. Им тоже может ненароком рикошетом достаться. Вот где наша цивилизация-то? Нету, оказывается. Ну, знаете, это только очень большие романтики предполагали о том, что где-то существует какая-то условная цивилизация, которая никаким образом не связана с биологической природой человека. Вот знаете, хочется сказать, возьмите, как говорится, ну просто представьте себе корабль, даже просто представить, когда идет борьба за шлюпки, то есть тогда в миг слетает вся цивилизация. То есть в идеале мы должны представить себе, что, пожалуйста, дети и женщины вперед, прошу вас, не без паники, садимся. На самом деле ситуация будет абсолютно другой, люди просто будут биться за место в шлюпки, выкидывая слабых буквально за борт. Ну, про это можно отдельную целую передачу делать, какие. Но вообще, как бы вот правила, они же писаны, как говорят, кровью, да, вековечной. Например, правило «женщины и дети вперед», да, это, простите, это элементарное биологическое правило выживания. Ведь известны случаи и в Тихом океане, прежде всего там были случаи, когда действительно шли на дно суда, и на берег высаживались женщины и дети, и небольшое количество тех матросов, моряков, которые выгребли. Спустя 40 лет там была полноценная популяция населения. Жили люди совершенно какой-то непонятной расы, потому что они все перемешались, но этих нескольких мужчин хватило на всех женщин. И женщины мгновенно отключали все соображения по поводу того, что там... То есть, мы, наша история, в общем-то, не нужно забывать, что все мы в известной мере потомки динозавров, а те были потомки еще более древних существ. То есть, у нас нет вот этого разрыва, что вот здесь были вот эти дикие хищники, а потом что-то наступило светлое и благостное. Нетушки, у каждого, если начать считать, есть в предках какой-то хищник, убийца. По одной простой причине – жертва, он не оставил потомство. Поэтому мы все, действительно, да, цивилизация, она только-только появилась каких-то несчастных 5000 лет назад. Это для масштаба биологического развития – это ничтожно. Ведь, собственно говоря, резкий расцвет человека как вида, вот именно в плане интеллекта, произошел 70 тысяч лет тому назад. Это сравнить невозможно по времени. Поэтому то, что происходит с нами, это, можно сказать, наоборот, такая странная флуктуация, которая выбивается из общей тенденции. Поэтому как раз можно сказать так, что нужно четко отдавать себе отчет, что случится, если будет развиваться вот эта ситуация, ну, неважно, вот с этим вирусом, с следующим, обязательно что-то начнется. И люди покажут свою звериную сущность. И поэтому нужно понимать, что ко всей этой ситуации нужно готовиться заранее. Вот я тут писал на статье, меня упрекали, кстати, вот мы тоже говорили в Фейсбуке, упрекали о том, что сеять панику, это случится там потом. Вот на самом деле сеять панику, это вот именно действовать, знаете, по принципу, что-то случилось, услышал, а-а-а-а, все, понеслось. Вот, все, гипс снимают, клиент уезжает, все, тонем, да, вот. Вот это как раз и самый худший вариант, это паника. А если вы это делаете заранее, по плану, согласно, методично, и принимаете решение, и понимаете, что вот такие обязательно появятся крикуны. Вот, вот это уже совершенно другая вещь, это правильный подход, который, кстати, сделан тоже в интересах сохранения нас как вида. Ну и уменьшение каких-то возможных, я понимаю, потерь в случае действительно наступления полнейшего хаоса, вот что было бы самым худшим сценарием развития событий. Но ведь получается так, что мы боролись за какое-то вот общее глобальное пространство, где будет каждая страна, может быть, брать на себя какие-то свои функции вот в этом международном котле. Кто-то производит детали, кто-то там готовит интеллектуальную элиту ученых, то есть страны более, ну вот, и вдруг это все начинает с треском расползаться по швам. Вы знаете, я хочу сказать, что идея, например, коммунизма, которую сто лет назад, которая больше, чем сто лет даже назад охватила огромную массу интеллектуалов и вообще людей самого разных классов, ну, в том числе и в интеллектуальной среде, она же по идее-то вообще грандиозна и прекрасна. Слушайте, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Это же, там же в этой формуле, казалось бы, ну, везде сплошной рай и благорастворение воздухов. А ведь на практике все получилось-то ведь совсем не так. Потому что люди, да, действительно, под нашей вот этой благообразной маской существует вот этот совершенно, так скажем, скрытый динозавр, который готов всех рвать, чтобы передать свой генетический код потомству. Вот хоть убейся, это главная задача. Что в конце этого пути, ведь никто не знает. Это точно так же недоказуемо, как, например, говорить, Бог есть или Бога нет. Во-первых, непонятно, что вы имеете под этим словом, а во-вторых, доказательства отсутствуют. Так и тут мы не знаем, какой конец может быть у эволюции. Может быть, это естественное состояние Вселенной, что будут вот такие вот существа, и в конце концов они должны кого-то там родить. Но на данном этапе времени мы имеем то, что имеем. Мы имеем ситуацию, когда появляется опасность, такая глобальная опасность. Глобальная опасность ведёт к тому, что все хотят запереть ворота в страхе и не допустить к себе, что называется, инфицированных чужаков. Но ведь, кстати, не только инфицированных. Достаточно вспомнить ситуацию с беженцами несколько лет назад, которые хлынули в Европу, и насколько поднялись националистические настроения в каждой, особенно в странах, скажем, Восточной Европы, которые абсолютно... И Южной, да. Которые не хотели, ну, за наш счёт, как бы за счёт, ну, принимая чужаков, мы должны будем с ними поделить, почему мы должны понижать свой уровень жизни, почему мы должны будем кормить эти рты, если вдруг к нам хлынут вот люди. Ну, это, во-первых, это же не просто люди, да. У нас за последние две с половиной сотни лет, благодаря стараниями, в том числе гуманитарной интеллигенции, сформировались чёткие представления о национальных коде. Ведь, допустим, 500 лет тому назад просто приходили люди, может быть, другой веры, всё, от них требовали, чтобы они, ну, в лучшем случае принимали твою веру, вот, а дальше уже всё как-то договаривались. Ведь посмотришь, когда говорят, вот мне очень понравилось, русские казаки отправились на Дальний Восток. Это, вот, начало 17 века. И там выясняется, что среди этих русских казаков были поляки, татары, ну, чухонцы, как тогда называли жителей, вот, при Ладожге. Потом какой-то ещё затесался немец, но это не обязательно немец в нашем понимании, просто вот иностранец какой-то. Греки какие-то были. То есть, а все они считались русские казаки. Вот они и пошли на Восток, потому что там теплее было. Так вот, это очень интересный момент. Ведь то же самое в Америке прошло, когда шли американцы. Вот, пожалуйста, со всей Европой и даже с Африки, да. Это огромная, и с Азией потом, огромная масса народа. Но потом начинается в Европе вот эта идея, вот, которая, что вот должны какие-то отдельные существуют нации, да, у них какой-то свой культурный код. Эта идея расцветает на протяжении всего 19 века и даёт свои пышные цветы уже в веке 20-м, которые выродились в две мировых войны, таких глобальных. Вот до сих пор это всё сохраняется, потому что, когда приходят другие люди, это люди другой веры, другой языка, другого, так скажем, склада, культуры другой, у них песни другие, традиции. Они даже в туалет по-другому ходят. И всё. И это вызывает отторжение, потому что те традиции, которые есть у нас, они представляются ценностью. То есть, это надо сказать, что да, мы создаём, вот наша слушательница, где цивилизация, да, мы создаём цивилизацию, но и проблемы появляются, которые с этой цивилизацией мы тоже создаём. Она хороша, когда мир и всё хорошо, когда мы богаты и счастливы. И тогда всё замечательно. Но как только начинается беда, а уже сейчас, вот как ООН признал климатических беженцев, приравнял их к беженцам военных из зон военных действий, то вот в этом случае… То есть, условно говоря, если к вам приходят климатические беженцы и говорят, в моей стране всё высохло, голод, пить нечего, есть нечего, ну всё, вы обязаны их принимать. И вот тут-то как раз возникает вопрос, а готовы ли страны, например, той же страны Восточной Европы, которые ещё не прошли вот этот весь путь, который был у Западной Европы во второй половине XX века… Ещё не вскусили вот этих радостей богатой жизни. Да, и, как говорится, ещё… А вот здесь у нас, да, у нас здесь абсолютно, я как понимаю, не готовы к тому, что всё будет вот такое перемешано. Вот сразу-сразу, вот когда переезжаешь из Риги в Хельсинки, да, и назад, вот сразу совершенно разные миры. В том же самом Хельсинки, например, в Восточной его части, Итакевск такой, идёшь по торговому центру, вот хочется перекусить, куда ты, естественно, пойдёшь? Ты пойдёшь в кебабницу, либо в какое-нибудь заведение Восточной кухни, вот рядом кебабница. В кебабнице стоят люди трёх разных цветов кожи. Один из них чувствует… Я по-фински говорю плохо, я говорю по-английски. Он чувствует, что всё равно у меня есть акцент, он спрашивает на трёх языках, на каком мне проще говорить. Потом выясняется, и он, перемежая русский язык с русским матерным, начинает рассказывать, какой у них замечательный кебаб. Откуда он его выучил, и где он на этого всего нахватался, непонятно. Но очень здорово звучит. Но самое интересное, что рядом стоит, так скажем, афрофинка, чёрная как смоль, с ягодицами арбузного размера. Грудь тоже вот такая же, в мини-юбке. А рядом стоит какая-то женщина Ближнего Востока, от которой остался только узкая щелочка глаз. И самое интересное, что они между собой по-фински разговаривают. Они местные. Но их культурный код в значительной степени, по крайней мере, по одежде, абсолютно разный. Но это не мешает им, как видно, подруги смеяться, что-то говорить, и они, значит, покупают что-то там покушать. В той же кебабнице, потому что одна берёт свину, какой кебаб, ну нет, там только был кошерный кебаб, или халяльный, правильно, кебаб, да, там не было свинины. Но был куриный и говяжий. Вот они взяли, одна куриный, другой говяжий. Ну, замечательно вот сидишь, что вот в таком Вавилоне. Вот это да, вот эта ситуация. Это самые, по-моему, близкие. Ну, ещё у нас тут Стокгольм. В Стокгольме ещё интереснее. То есть, вот это всё, и это, по большому счёту, реакция на изменение мира, к которой мы должны быть готовы. И вот, отвечая на вопрос, к чему всё это у нас приведёт, мы должны понимать, что это, конечно, приведёт к большому разрушению нашего существующего мира, если мы не найдём способ каким-то образом к этому приготовиться заранее и понимать, что люди, которые по соседству, они заболели не потому, что они плохие, а ты здоровый не потому, что ты хороший. То есть, мы должны быть готовы помогать друг другу, но это нужно делать ещё до того, как начнётся беда. Это был Константин Рангс и программа «Климат-контроль». По пятницам мы встречаемся. Спасибо большое и до новых встреч. До свидания.